всем привет на моем канале вязание сегодня хочу рассказать вам про очередную посылку пряжи которая не пришла с магазина пряжа су российский интернет магазин очень хорошие очень мне нравится не знаю такой уютный магазин вроде бы и интернет до магазина каком июте можно говорить но чувствуется какая-то вот не знаю как это объяснить очень мне там комфортно лазить искать всякие новиночки и даже когда мне не нужно ничего выбирать я иногда захожу посмотреть просто что-нибудь да так в этом магазине в основном товары для вязания инструменты пряжа очень много различных производителей пряжи начиная от бюджетных и заканчивая достаточно дорогостоящими до книги журналы дополнительные аксессуары для всего этого дела в общем все что нужно для вязания конкретно вы можете найти в этом магазине я вам оставлю в инфобоксе прямую ссылку на этот интернет магазин и также вы найдете там промо-код действующий и будет указано до какого числа действует новый промо кода обратите внимание что скорее всего будет промо код именно новый так мне пришлось здесь пряжи достаточное количество для того чтобы улыбаться до ушей и здесь есть пряжи которую я заказывала потому что мне нравится да потому что я хочу с ней еще поработать и есть пряжа которая для меня ну в новинку начнем наверное с того что лежит по центру для того чтобы сводить место для остальных моточков значит я рассказывала в каком-то из предыдущих видео по моему о текущих процессах о том что я увидела в интернете очень классный нежный джемпер бледно-бледно-розового цвета очень и вдохновилась и загорелась и захотела себе такой связать и в этот же момент в ту же секунду да я полезла искать по сайтам пряжу потому что у меня подходящий пряжа наличие к сожалению не было там рекомендуется пряжа где 20 25 граммов по моему 200 метров у меня или 250 вот не припомню точно у меня есть единственный артикул бобинная пряжа кидмохер на полиамиде до подарок от подписчицы от наташи и к сожалению вот очень жаль да цветом прям вот здоровски был мне той пряжи бы не хватило на меня укорачивать там уже нечего там и так короткие рукава и в общем то я решила что при первой возможности до посотрудничать с каким-то магазином пряжи я обязательно возьму пряжу на это изделие ну и вот в пряжа су я нашла очень классный кидмохер здесь в составе 70 процентов супер кидмохера и 30 процентов шелков пряжа классная очень красивая немножко неправильно передается цвет по крайней мере пока я вижу так на экране цвет номер 2859 на самом деле он не такой насыщен он ну такой голубой да значит это у нас экофил бест компания кутно производит точнее заказывает эту пряжу в италии да и что еще хотела вам рассказать про нее то что ее изделие из этой пряжи нужно стирать руками можно утюжить на эти нички и вязать нужно на спицах 375 получается до до пятерки значит я буду вязать на тонких спицах буду вязать по описанию если конечно ничего не изменится и по описанию на мой размер а мне понадобится 6 моточков то есть всего 150 грамм такой пряжи а я ни разу не работала с такой тонкой пряжи в лицевой глади не знаю насколько успешно у меня получится быстро создать это изделие конечно сейчас этого делать не буду это будет наверное ближе к осени а может быть даже и к весне потому что ну сами понимаете что когда такая тоненькая ниточка то изделие будет достаточно скажем так ну прозрачным что ли в общем будет просвечиваться нижнее белье и для этого естественно нужно иметь неплохую фигуру но в целом очень тактильно приятная пряжа я думала что это будет колодца но пока я не чувствую никакой колкости ну может быть потому что сейчас у нас идет дождь да и на улице спала жара изделие предназначено у меня будет для осенне весенние порой года есть такая пара в моем понятии это межсезонье между летом да и холодом зимой вот у меня значит 6 мотков и я мега рада что у меня появилась пряжа для этого проекта значит там была очень классная палитра но хотелось чего-то нежного были очень красивые кремовые оттенки такие бежевые но не знаю почему вот привлек меня этот голубой он меня привлек еще на на превью в закладке компании кутнур и общем решила я остановиться на таком цвете классным голубом я уберу пряжу в коробочку до в которой она ко мне пришла для того чтобы показать вам остальные артикулы значит дальше давайте мы посмотрим на вот эту красоту это у меня снова компания кутнур я стала фанатом всего что делает эта компания точнее заказывает да это у меня пряжа софия стопроцентными серизованный хлопок на 50 грамм здесь 283 метра то есть пряжа достаточно тоненькая и цвет у меня конкретно вот этот номер 33 бледно-бледно-сиреневый изначально заказывала я другой на самом деле оттенок правда уже не помню какой и к сожалению не оказалось в наличии в нужном количестве да ну вот передает вроде верно в принципе кроме вот этого красного все передается верно да с этим целая проблема здесь как будто бы даже смазывает да странно конечно все это значит с этой пряжи я уже успела познакомиться правда не в таком большом объеме я связала из этой пряжи кружева на оба платья мальвина по которым у меня недавно вышел мастер-класс да и очень мне понравилась эта ниточка в работе я вязала коричком 1 и 3 но в принципе не обязательно за таким тонким коричком изначально и вообще вязала по моему 1 75 крючком получалось очень красивое полотно воздушное но мне нужно было чтобы было четко видно узора до который я вязала поэтому я использовал крючок меньшего размера здесь нам производитель рекомендуют крючок номер два вообще-то спицы от двух до двух с половиной и можно вязать на машинке этого класса очень мне понравился этот хлопок если когда-то я буду так я же хотела вам рассказывать цены девочки у меня здесь есть накладная значит цена за моточек вот этого эко фил бест я вам даже не сказала название я не знаю как это произносится тела села подскажите кто знает значит вот моточек вот этой пряжи стоит 317 рублей не так уж и дешево но на самом деле кидмохер на шелке он вообще даже и дороже стоит и про эту пряжу очень много хороших отзывов поэтому я думаю что если вы ищете что-то такое ну бюджетным это вряд ли можно назвать до 317 рублей за 25 грамм но если конкретного для какого-то определенного проекта нужен именно кидмохер на шелке то вроде бы это самое дешевое что было да поэтому ну вот можете обратить внимание так софия вот эта пряжица стоит 88 рублей за моток мне кажется это дешево ну по крайней мере я ориентируюсь перевожу до в наши цены и понимаю что это дешево для такого хорошего качества у меня осталось еще 2 моточка белой пряжи и вот что-то я на самом деле тупанула нужно было мне вместо сиренях вот этих взять белый цвет для того чтобы у меня в итоге было на целое изделие хотя на самом деле вот этих шести мотков мне хватит на какой-нибудь топ крючком ажурные даже для себя я в принципе с этой целью и брала эту пряжу если любите вязать и стопроцентного тонкого хлопка прямо рекомендую хлопок это кстати двойной мерсилизации то есть он дважды скручен ниточка иногда честно скажу в вязании расслаивается но не полностью и это совершенно не мешает вязать из нее то есть это не раздражает это так иногда проскакивает вот очень мне понравилось пряжа я думаю что вам понравится тоже дальше давайте про землю расскажу да у меня тут проскакивает периодически зимняя пряжа уже в моих посылках значит я увидела ну я как бы давно видела такой похожий свитер не могу сказать что такое же да потому что честно не помню но в общем когда увидела на канале у они из канала не танит до девушка они она по весне помню я уже не скажу точно потому что плохо ориентирую сейчас на временных пространствах увидела у нее на канале она вязала для себя свитера такой с жгутами скажем так фантазийными да потому что они не просто там три на три переплетения она вязала для себя свитер точнее на это не свитер это будет больше джемпер и уж очень мне запало в душу это изделие я решила что в будущем обязательно для себя повторю изначально хотела взять немножко другой цвет да потому что ну как-то мне кажется они тоже из такого вязала или мне кажется но в общем на самом деле 684 цвет у ланы gold в палитре это самый красивый цвет серый оттенок потому что он просто космический он а светло-серый с темными не совсем темными таким ну просто очень красивый цвет я из этого цвета вязала уже много изделия вязала два свитера мужских по мотивам дроп составлю вам ссылку на мастер-класс ставлю сейчас фотографию на всякие пожарные и вязала два пледа один вязала плед на заказ косами если фотография осталось то обязательно вставлю и вязала еще плед теневым узором но к сожалению того изделия у меня фотографии нет и злана gold плюс я вижу очень редко мне кажется пару шапок и снудов да я вязала ну вот прям свитер из такой толстой пряжи наверное буду вязать впервые значит это у нас полушерсть 51 процентов пила 49 процентов шерсти рекомендую для вязания спицы номер 57 и вязать и скорее всего буду на шестерке на 100 грамм здесь 140 метров я взяла 8 моточков были у меня мысли до сомнению насчет того сколько пряжи может уйти и в итоге я взяла 8 на всякий пожарный потом а не уточнила у нее ушло если она если я не путаю ничего вроде бы 7 мотков но будет значит еще кому-то шапка а возможно конечно и больше у меня уйдет потому что все таки я бы больше размера давно честно говорю не вязала из полушерсти и начинают мои руки скучать по таким составом и уже который раз мелькает моей голове мысль что так хочется шапочку какой-нибудь связать на улице жара у нас 29 градусов всю неделю стоит до сегодня суббота а мне хочется немножко повязать из полушерсти я думаю что следующем месяце я себе такую блажь позволю вот потому что сейчас я стараюсь идти строго по плану и не уходить от намеченного пути вот это пряжа как это сказать ну просто как моя верная подруга я от нее никуда не ухожу а на голд любого метража плюс макси конечно же нормально нет крайне мере я не помню в продаже обычная классическая лана gold fine и 800 к все классная и всеми я довольна еще не испортила ни одного изделия из этой пряжи при том что стираю все в машинке так 8 ма . подправляется в мои запасы я вот так вот сделаю чтобы у нас было побольше свободного места так теперь покажу вам пряжу которая в моем рукодельном уголке уже в третьем цвете если не ошибаюсь появилась если даже не в четвертом это сиам гавайи стопроцентный миксизованный клуб хлопок обалденный кстати лана gold плюс пряжа су стоит 133 рубля за моточек вот ну и теперь вот гавайи значит это третий цвет первый раз я заказывала зеленый потом я заказывала графитовые и теперь мне пришел такой обалденный цвет который я даже не знаю как можно назвать что-то типа какао но не какао я не знаю сложный цвет очень красивый я вам кстати оставлю ссылки на все вот эти артикулы то есть вы конкретно можете перейти по ссылке на те же гавайи да и я укажу ссылку именно на этот цвет и вы тогда сможете для себя тоже такой цвет приобрести садки со скидкой по промокоду я взяла 13 мотков потому что по моим подсчетам мне должно хватить на полноценное плечевое изделие виде платья какое-то будет платье я еще пока не решила просто мне очень нравится эта пряжа мне кажется что я помогла ее из нее вязать очень много единственное что мне не нравится что она в процессе вязания до скручивается в такие вы жгутики я этого не очень люблю но несмотря на все это она мне очень нравится это бывает очень редко да то есть если бы пряжа мне ну так себе нравилось я бы отказалась от вязание из нее только из-за этих вот жгутиков здесь меня это ну не то чтобы не мешает но почему-то раздражает не так сильно здесь нам рекомендуют вязать на спицах от 3 до 3 с половиной я сейчас вяжу образец на спицах три с половиной кубических да нет про слабо верю в то что они чем-то отличается в диаметре да то есть по размеру скорее всего дело именно форме и вязание просто получается увязать сейчас плотнее и поэтому кажется что спицы скорее всего якобы меньшего размера не думаю что производители могли так сглупить да все таки явно же как-то задумывали по правильному так значит я вяжу на 3 с половиной кубических мне очень нравится плотность она прям как нельзя лучше подходит для вязания именно платьев такого фасона как я себе надумала единственное что то которое я задумал я скорее всего же буду вязать из графитового цвета потому что она мне действительно видится только пока в том цвете а вот из этого классного цвета под номером 3861 я обязательно что-то еще придумал стирать эту пряжу можно при температуре до 60 градусов и утюжить можно на двоечке стопроцентный хлопок 50 грамм 120 метров производитель этой пряжи сиан очень 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 классная пляжа смотрите ну вот как на столе лежит так передается цвет ну просто очень верно и она даже тактильно вот знаете миксеризованный хлопок обычно жесткий а этот прям такой не знаю шелковистый очень приятны так и последние две пряжицы тоже компания сиан это уже будут новинки значит моточек сиан гавайи стоит в магазине 120 рублей вот обратите внимание потому что там сейчас пряжа на распродаже на то есть скорее всего раньше было прилично дороже так следующий артикул от компании сеанс этого я решила заиметь своих запасах это lambada fine очень интересная пряжа зрительно прям такая знаете как выразился мой муж гламурная но она очень приятная тактильная все из-за того что в составе этой пряжи 45 процентов из козы остальные 55 процентов это миксеризованный хлопок на 50 грамм этой пряжи сто семьдесят метров и рекомендуют нам вязать на спицах три три с половиной крючок номер два с половиной тери три стирать можно до 30 градусов водичка дают уже на единичке цвет у меня 05 опять же будет ссылка потому что я плохо помню название как вот на сайте указано свет я бы сказала очень похож на знаете бывает вот такой сорт джемчуга который не белый не желтый не первомутровый а вот такой вот темно говорят что этот джемчуг считается не очень хорошего качества насколько я помню но вот пряжа мне кажется просто замечательного качества будет наверно жемчужиной в моей коллекции я взяла шесть мотков из расчета на то что мне хватит опять же на какое-то плечевое изделие потому что надо мне обвязаться именно топами различными майками чтобы у меня этого было в достатке и чешутся руки начать вязать но хочется что-то придумать для этой пряжи такое простое да потому что как сказал мой муж гламурная пряжа она говорит сама за себя и что-то вывязывать на таком полотне блестящим достаточно я думаю что будет ну чересчур она очень приятно тактильная вот щупаю щупы и она просто бомбическая она прохладная как будто бы знаете как будто вы взяли что-то что лежало в холодильнике просто очень приятно рукам там здоровская была палитра не знаю почему я выбрал этот цвет как будто бы даже немножко и не свойственно мне но видимо чем-то привлёк так ламбада файна стоила 187 рублей за моточек значит у меня 6 по 170 метров 600 1020 то есть вполне себе приличный метраж я не знаю кстати с чем я буду вязать склоняюсь наверно все-таки к спицам потому что в крючке слабо себе представляю эту пряжицу ну а вось попробуем повязать и может и понравится вот такая красота так и последняя пряжица которая мне пришла тоже компания сиам это вообще что-то невероятное одна из тех пряж которые можно смело брать для вязания для маленьких детей потому что она опять же имеет составе вискозу но здесь это вискоза совершенно не чувствуется такая классная скрутка что просто как будто бы очень хорошего качества хлопок да это у нас сиам болеро значит по составу 50 процентов хлопка 50 процентов вискоза на 50 грамм здесь 140 метров у меня основа 6 моточков этой пряжи опять же всеми же мыслями что когда-то я свяжу из этого маечку или какой-то топик предлагает нам вязать эту пряжу на спицах от 3 до 3 с половиной стекка до 30 градусов и утюг на единичке цвет у меня номер 13 вот не помню я заказывала уже такую пряжу раньше или нет потому что наверное я брала уже были рода в салатовом цвете таком но это говорит о том что она мне очень понравилось я конечно повязать еще ничего не успела и выбрала в этот раз вот такой не свойственно мне цвет не помню опять же как он называется но он такой малиновый да я бы сказала или цвет фуксии может быть и моточек вот такой пряжи стоит на сайте пряжа су 225 рублей вот вот такая у меня классная посылка пришла напомню вам еще раз что в инфобоксе промо код обязательно пользуйтесь не упускайте возможность сэкономить пару сотен рублей до на своих заказов почему бы и нет и я вам рекомендую подписаться на рассылку на электронную почту или там где-то в instagram подписаться на них потому что вот я подписана и там и там и там и у них постоянно какие-то скидки постоянно какие-то акции если любите покупать пряжу по акциям да по как-то подгадывает так чтобы сэкономить деньги то я думаю что для вас это будет магазин находка да конечно если вы еще если вы еще эту находку не нашли вот это в принципе все что было в этой посылке ну как все здесь достаточно много пряжи на 6 целых 6 изделий а может быть даже и больше и естественно я мега довольна тем что у меня появилась такая красота в моих запасиках хочется повязать сразу из всего у меня с этим целая проблема пишите в комментариях какая пряжа из того о чем я сегодня рассказала вам нравится больше всего какую вы еще не пробовали с удовольствием бы попробовали но и мне будет интересно почитать ваши отзывы например повод про вот эту ламбаду файн или про болеро да потому что как бы все остальное я уже успела повязать да и возможно кто-то вязала из вот этого мохера тоже будет очень интересно узнать как носится да и как вы это изделие стираете как вы за ним ухаживаете потому что ну хочется связать так чтобы потом не выбросить мне честно говоря страшновато даже начинать потому что слабо представляю как такую тонюсенькую паутинку вязать на сегодня это все спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующих видео и пока пока пока